Чанань отправил российским дилерам партию кроссоверов Uni-K. Это флагман китайской марки, которая выделяется неординарным дизайном и богатым оснащением. По формату модель напоминает Nissan Murano и Lexus RX. К нам приедет двухлитровая машина, оснащённая восьмидиапазонным автоматом i-Syn. В начальной версии привод может быть строго передним, хотя старшие комплектации оснащаются трансмиссией 4х4. В базовое исполнение включены обивка сидений кожи Nappa, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, продвинутая медиасистема и многие другие интересности, включая электропривод пятой двери и светодиодные фары. За всё это великолепие будут просить чуть больше 3 миллионов 200 тысяч рублей. Так что основным конкурентом Чаняню, очевидно, станет Jolie Tugela. Она на треть миллиона дороже, но бренд Jolie успел заслужить большее уважение со стороны россиян. Кстати, автомобили Чанань короткое время выпускали на липецком заводе Мотор Инвест. А сейчас здесь обосновалась новорождённая марка Эволют, под которой планируется делать локализованные китайские электромобили. Предполагалось, что среди первых моделей окажется китайский паркетник Фри, на который россияне навесят собственный шильдик. Однако материнский концерн Дунфэн вдруг заявил, что Фри выйдет на российский рынок под исходной маркой Воя, а не Эволют. И первая мысль по этому поводу — неужели между компаньонами случился разлад? А ведь Минпромторг, недавно представляя госпрограмму льготного кредитования, пообещал, что запуск серийных Эволют назначен на грядущий сентябрь, не назвав, впрочем, порядок дебюта моделей. Но напомнил, что липецкие электромобили можно будет купить с господдержкой — это минус 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. Ни Эволют, ни Дунфэн не комментируют актуальный статус совместного проекта. Зато поднебесный производитель пообещал, что 700-сильный кроссовер Воя Фри будет стоить сильно дешевле остальных электричек, а конкретно около трёх миллионов рублей. Для справки, на своей родине модель Воя или Ланту, как эту марку называют китайцы, стоит порядка 350 тысяч юаней. Учитывая актуальный курс, выходит, что доставка, растаможка и сертификация окажутся для наших соотечественников бесплатными. Ну а пока дунфэновцы запрягают и эволютовцы молчат, свой бизнес делают серые дилеры. Купить полноприводный Воя Фри, пригнанный из Поднебесной, продавцы нынче предлагают за 4 миллиона 300 тысяч рублей. И любители экзотики берут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова